здравствуйте туристы и милитаристы вы не ошиблись здесь у меня в кадре уитлинг пукку который я на самом деле буду называть лучше весь то пукку потому что уитлинг переводится как строгать и так как совершенно понятно очевидно что родина ножа финляндия я конечно же буду звать его финским названием весь то пукку нечего здесь наводить тут как говорится терпимость юха пертула дизайнер этого ножа сейчас я о нем пару слов конечно же скажу и да вы не ошиблись карпентер здесь в кадре есть он не случайно потому что меня просто попросили именно о том чтобы я сравнил две рукояти и плюс здесь никакого конфликта интересов потому что оба этих замечательных ножа да вообще любой финский нож нужно искать исключительно на ламни почему потому что конечно же есть другие магазины которые продают ножи финского типа есть другие магазины которые продают ножи финского производства но такого дохрененного количества такого выбора нет вообще ни у кого в этом плане Это, конечно, фишка Ламни, замечательные цены и огромная-огромная коллекция скандинавских ножей. Совершенно случайно весь Топукко попал ко мне на обзор и тесты. Почему? Потому что я должен был теоретически сделать исключительно только обзор ножа, а тестировать, по моему мнению, должен был младший научный сотрудник. То есть по фоткам я его воспринял как именно детский нож. Почему? Потому что меня смутила вот такая вот гарда бронзовая, которая стоит очень похожая на ноже Little Carpenter. Я просто не соотнес как-то именно, как сказать, параметры. Вот это вот не смасштабировал сам по себе нож. И в результате получил совершенно взрослый нож, который я бы скорее назвал даже ножом норвежского типа, чем финского. Хотя, опять же, почему нет? Пукко есть пукко. В общем, для начала скажу. Розели это очень удобно, это очень прикольно, это замечательно. У Вейста Пукко рукоять, она немножко в сечении поуже, на мой взгляд, самую малость. И пошире. То есть получается потоньше и пошире. А то поуже и пошире как-то странно выглядит. То есть вот если именно предполагать какие-то вырезательные, какие-то вот такие вот моменты, там, связанные с вырезанием, там, с каким-то выкалыванием, или мощное, бескомпромиссное строгание, то здесь, конечно же, рукоять под совершенно мужскую руку, она полностью заполняет ладонь. И даже если вы видите, здесь есть небольшой такой вот, скажем, небольшой запасик. То есть вот я посравнивал с Карпентером. Карпентер немножко более интеллигентный. Он, в принципе, немножко другой, потому что здесь вот здесь потоньше сделано, как бы. Но товарищей Морозели тоже толк в ножах знает, этого не отнять. Итак, поехали. Вейста Пукко. Дизайнер Юха Пертула. Длина 180 миллиметров. Длина клинка 80 миллиметров. Толщина клинка 3,3 миллиметра. Обработка здесь у нас идет стандартный финский сатин. И следы проката. Вес 78 грамм всего. Сталька здесь Лаури 80. Хром В2 Дабл Хардена. То есть на режущей кромке здесь заявлено 63 единицы по шкале Роквелла. И к обуху идет 50 единиц по шкале Роквелла. Рукоять Карельская Береза. Кстати говоря, забегая вперед. На ламни цены на ножи Юхи в районе примерно 60-70 евро. И основное различие вот именно стоимости одного и того же ножа, это именно качество и красота Карелки на рукояти. Кстати, упорчик здесь очень интересный сделан, я бы сказал, в стиле первого цеха. Вот так вот. Ну хотя, конечно, кто там раньше родился, неизвестно. Из бронзы. Монтаж ясно-понятно. С одной неразборной. Классика финская. Ножны кожаные. И, как я уже сказал, продается это все на ламни. По ножнам у меня всегда по таким, скажем, есть вопросы. То есть, это действительно нож для любителей, для любителей строгательных, вырезательных изысков. Потому что, конечно, обычные погружные ножны, они, на мой взгляд, гораздо практичнее, гораздо проще, гораздо понятнее и удобнее. Здесь у нас идет традиционная вот такая вот финская именно петля. Клинок из углеродки очень хорошо дышит за счет такого большого отверстия. Сами по себе ножны вот так проклепаны. И, конечно, если основной клапан открыть, ну видите, здесь еще момент такой, что есть безгардовый нож, безгардовый вывалится. Если основной клапан открыт, и нож вот таким вот образом у вас висит, все-таки за счет того, что упорчик зацепится за клапан, нож вылезть не должен. Но в любом случае, с такими ножнами разявой лучше не быть, потому что действительно нож может куда-нибудь улететь. Что же тут сказать, ребята? Если в двух словах, то это те самые финские ножи, о которых я вам постоянно говорю. То есть, я неоднократно говорил, что есть финские ножи, есть финские ножи, ножи финского типа, ножи скандинавского типа, произведенные в разных странах, и в том числе и в России, и есть в России примеры просто бесподобных ножей финского типа. Сейчас не буду перечислять производителей, я думаю, вы сами знаете, о ком я говорю. То есть, действительно, есть ребята, есть мастерские, которые просто чудеса творят. Но! Есть еще ножи, произведенные в Финляндии. И, возможно, они даже не так вылизаны, возможно, они не так сведены и так далее, и так далее. Но это та категория ножей, хотя бы один из которых, а лучше два или три, должен быть у каждого ножемана абсолютно. То есть, по моему совершенно серьезному мнению, человек, который там ходит куда-то строгать, человек куда-то ходит бушкрафтить и прочее, прочее, если он разбирается действительно в ножах, и у него нет ни одного финского ножа, именно финского производства, там, неважно, Розелли, Ахти, вот вам, пожалуйста, более редкий экземпляр, то он, как бы, на мой взгляд, ну, не совсем догоняет тему. Какие бы наикрутейшие бушкрафтеры у него не были производства именно российского. Это мое личное мнение. Мне очень нравится работать с травмоопасными рукоятями финско-норвежского типа, когда ладонь максимально близко находится к режущей кромке, когда максимальное усилие идет на режущую кромку. Юха сделал эту работу безопасной, поставив тонкий упор, при этом не украв совершенно расстояние между пальцем и кромкой. По рукояти не удержусь, сразу скажу, такой традиционный вытянутый бочонок. Рукоять здесь просто супер, и вот за счет как раз-таки те, кто боятся, те, кто говорят, вот как этим ножом работать, что нож может сойти на режущую кромку, вот, ребята, специально для вас есть финский нож, сделанный в Финляндии, с симметричной практически рукоятью, но у вас палец не сойдет на режущую кромку, потому что вот этот тонкий детский бальстерок, детский упорчик, как делают на скаутах, как делают на детских ножах, он остановит ваш смелый и отчаянный указательный палец. Обычно я стараюсь хотя бы немного рассказать о каждом новом дизайнере, ножи которых появляются на моем канале. С Юхой это сделать даже проще, потому что одну секунду, сейчас я открою, я просто прочитаю вам то, что он написал о себе сам. И много, кстати говоря, вам сразу станет понятно. Привет! Ну, привет! Меня зовут Юха Пертула. Я ученый и найфмейкер из Финляндии. Я выковал свой первый нож из 6-дюймового железного гвоздя, когда мне было 4 года. И два десятилетия спустя я получил докторскую степень по металлургии. Соответственно, я делаю вывод, ему было 24 или 25 лет. Он получил докторскую степень по металлургии. Делает вот такие вот простые финские ножики. Снова повторю. Мне это место просто нравится. Это знаете, как когда на репите музыку слышишь. Я выковал свой первый нож из 6-дюймового железного гвоздя, когда мне было 4 года. И два десятилетия спустя я получил докторскую степень по металлургии. Тогда мой профессор разрешил мне изучать ножевые стали в своей лаборатории. Я обнаружил, что было чрезвычайно трудно превзойти режущую способность довольно простых углеродистых сталей. Особенно, когда они закалены до исключительно высоких уровней твердости. И так я пристрастился к сверхтвердым углеродистым сталям и острым клинкам. Однако, твердая сталь часто становится хрупкой. И я 20 лет изучал, как сделать твердую и прочную сталь. Я разработал науглероживающие стали для моторных передач и высокопрочные стали для механизмов. Но всегда помнил о сталях для клинков. Моя конечная цель – закончить мою книгу, в которой я подробно объясняю, как сделать превосходные твердые и прочные клинки из углеродистой стали. Эта тема до сих пор скрывает много секретов. Сейчас, наверное, какие-то ребята из Золотого Сечения или из Сов сказали. Прочные клинки из углеродистой стали. Ты нам лучше объясни, как раскрыть секреты нержавейки. Продолжаю, читаю. Я люблю деревообработку, кустарничество и рыбалку, которые вдохновляют меня на разработку дизайна ножей. Моя страсть – серийное производство ножей ручной работы. Дизайн моего вейста Пукко основан на финской традиции Пукко, существующей около двух тысячелетий, с использованием современной функции защиты пальцев. Финские Пукко – это ножи общего назначения. Они полезны для охоты, рыбалки, кустарничества и охоты. Мой Пукко подходит для этих четырех целей, но особенно он хорош для Аутдора и Страгани. Вот вы знаете, ребят, на самом деле здесь такой момент. По поводу Аутдора кто-то, может быть, даже скептически подожмет губы. И я даже, может быть, так же скептически их подожму. Почему? Потому что, да, безусловно, я очень сам люблю такие ножи. Здесь, кстати говоря, на углероживание. И сталь-то ламинат, видите, переход. Сейчас покажу. Вот он виден. Вот. Я еще думаю, ничего себе он протянул от 63 по Роквеллу до 50. Это ж на таком узеньком клиночке. Это ж как можно сделать. На самом деле здесь именно ламинат, и даже видно, где идет полоса. Так вот, о чем я? О том, что 80 миллиметров, это как бы вопрос такой спорный. На тему того, насколько это удобно будет именно в Аутдоре. Почему? Потому что, безусловно, что-то вырезать, что-то подрезать. Даже, предположим, там вскрыть ребешку, почистить и так далее. Там какие-то еще моменты. Безусловно, строгание здесь вообще даже вопросов нет. Этот нож просто обязан, должен по всем своим параметрам строгать идеально. Но все-таки 80 миллиметров, это 80 миллиметров. И как ни крути, даже у того же самого Розели уже ножи стали появляться немножко побольше. То есть, как ни крути, скажем, чуть-чуть напрашиваться. Именно, чтобы быть более универсальным, более оптимальным в Аутдоре. Но вот если у человека с этим ножом, ну, во-первых, опять же, задача. Если вы выходите по грибы и выстрогать палочку, и просто, как говорится, уединиться и соединиться с природой, то флаг вам в руки, здесь совершенно все на все хватит. И там скромно как-то по продуктам, и в первую очередь, конечно же, по деревяшкам. Если же вы идете на какие-то более серьезные, скажем, задачи, то в любом случае, ну, я бы сказал так. Человек, у которого есть топор и этот нож, вот это уже вообще совершенно непобедимый такой симбиоз. Это действительно, то есть, опять же, возвращаясь к Карпентеру, у Розели есть охренительнейшие топоры и небольшие ножики. Вот вам, пожалуйста, топор на пояс, ножик на карман, и пошел километр мерить, как говорится, холстомер. Или вторым номером к какой-нибудь злой туристической дури, которой именно там затесать, застрогать, подрубить, зачистить, или крупный очень нож, или мачете. Ну, мне сразу, опять же, если брать Финляндию, то это, безусловно, какие-то здоровенные левоку, это какие-то самские ножи. И вот такая вот свистулечка в руках, чтобы совершенно спокойно, именно вот для единения, все это вырезать и прочее, прочее. Сколько бы я не держал в руках ножей бушкрафтерских, там, всяких разных, именно которые заточены на какой-то бушкрафтинг и так далее, возможно, исходя из моего физического, географического положения, из региона моего проживания, потому что, по сути, эстонские ножи – это просто отображение финских ножей с неким добавлением немецких ноток. То есть, эстонские ножи национальные, они существуют, но они, по сути, стоят в тени финских. То есть, я видел эстонские ножи, которые сделаны именно, не поленюсь, как-нибудь фоток наделаю, вот в музее, которые сделаны именно, скажем, ну, из народа вышли. Это в основном или традиционные пуко, или традиционные европейские ножи, которые, ну, как вы сами знаете, вот такой нож туристический, который совершенно не имеет никакого там, никакой национальной привязки. Так вот, наверное, исходя именно из региональности, мне, вероятно, нравятся какие-то кавказские ножи, мне очень нравятся какие-то, действительно, бушкрафтерские придумки, как тут не встретить, не вспомнить, тех же самых ржавых напильников или титов и прочее, прочее. Но вот, сука, каждый раз, когда берешь нож именно финский, именно из Финляндии, ахти, золотое сечение между деньгами и ножевым качеством, здесь просто ножи, юхи, пертулы, они не просто не так раскручены, их просто меньше, но он прекрасен. И ты берешь его в руку, а особенно, когда начинаешь работать, ты вот понимаешь, у тебя что-то такое, какая-то истина открывается, какая-то, сука, шангрела ножевая, понимаете? То есть, на самом деле, я повторю то, что говорил многократно и в начале этого видео тоже, ребят, если у кого-то действительно есть к этому интерес, если вы по-настоящему фанатеете от всего вот этого вот природно-строгательно-вырезательного, то я искренне рекомендую действительно хотя бы попробовать там у друга, у брата, у свата попросить или взять какой-то бюджетный вариант, но обязательно попробовать именно исконные, настоящие, родные финские ножи, потому что мое глубокое мнение заключается в том, что они действительно прям вот расставляют акценты. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. О, а что это я, про клинок-то не рассказал? Ну, клинок здесь традиционный прямой обух. А что тут говорить? Пукку есть пукку. В сканде спуски. Очень-очень микро-микро подвод, который буквально вот на отблескивание угадывается, то есть, это прям совсем-совсем микрусенький подводик, и, как вы видите, уже даже ляпки на следах проката здесь показывают, что угля здесь немерено. То есть, конечно же, за такими ножами нужно ухаживать, но зато они вам и отвечают взаимностью. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. Продолжение следует...